Плюс 1300 квадратов и 62 поликлинических кабинета. Настолько приросла третья городская больница на Петра Сухова. Открытие нового корпуса здесь ждали три года. В последнее время нагрузка была крайне серьезной. К данному медучреждению прикреплено порядка 70 тысяч пациентов, которые регулярно обращаются за медпомощью. Реконструкция была принята решение, во-первых, это количество прикрепленного населения, недостаточные площадя и собрать в одном месте все то необходимое диагностическое оборудование и, конечно же, специалистов, которые необходимы по порядкам и стандартам для первичного здравоохранения. В новом корпусе для удобства пациентов объединили несколько блоков. Инфекционный фильтр-бокс с отдельным входом для температурящих, лечебно-диагностический и рентгенологический. К слову, раньше, чтобы сделать рентген-обследование, пациентам нужно было ехать в другой филиал больницы. А еще здесь впервые появился цифровой маммограф, который, по мнению старшего рентген-лаборанта Елены Гисперт, сокращает время обследования женщин вдвое и более точен. Сейчас намного это проще. Это цифровой аппарат, который делает снимочки. Снимочки передаются сразу на компьютер докторам, которые смотрят эти снимочки, описывают. Также это удобнее тем, что вся запись для пациентов сохраняется в базе, что может это все проверить, посмотреть. На торжественном открытии в новом здании побывали высокие гости. Глава края Виктор Томенко и главный врач Московской больницы Марьяна Лысенко. Она отметила, что в вопросах развития инфраструктуры наш регион, опираясь на существенную федеральную поддержку, развивается хорошими темпами. Более 6,5 миллиардов было выделено на то, чтобы строить, создавать, реконструировать новые объекты. Более 12 миллиардов рублей за прошедшие годы, последние 5-6 лет, было направлено на обновление оборудования. И это коснулось, по сути дела, учреждений здравоохранения, расположенных на территории всего края. Первых пациентов обновленная больница, которую построили по нацпроекту здравоохранения, приняла уже сегодня. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком.